Привет, друзья! Сегодня вы услышите одну из моих новых песен на стихи великого русского поэта Сергея Есенина. Многие из вас уже знают, что Сергей Есенин – это мой любимый поэт, и это ведь, в общем-то, не случайно. Внешний образ Есенина – это само спокойствие, доброта, благородство. Но так ли это было на самом деле? Даже из его стихов понятно, что душа его была мятежной. Он не уживался с многими людьми. К женщинам тоже относился, мягко говоря, не так уж благородно и ласково. И даже их избивал, особенно если был в подпитии. А выпивал, Сергей Александрович, прямо скажем, частенько. И я сам, опустясь головою, заливаю глаза вином. Это как раз из его стихотворения, которое стало основой моей песни, и сейчас вы ее услышите. Да, конечно, жаль поэта, по-настоящему жаль. Жаль, потому что он глубоко переживал те потрясения, которые захлестнули Россию в начале 20 века. Это и Первая мировая война, и Октябрьский переворот 1917 года, и времена НЭПа. А знаете, мне посчастливилось стоять на сцене, с которой Сергей Есенин читал свои стихи. Помните у него в стихотворении «Москва Кабацкая»? Я читаю стихи проституткам и с бандюгами жарю спирт. Так вот, я работал в 1980 году с ансамблем в ресторане «Берлин». Это был год проведения Олимпиады в Москве. А этот ресторан, он совсем рядом с магазином «Детский мир» на Лубянке. Совсем такой небольшой на Кузнецком мосту. Так вот, он был открыт, этот ресторан, еще в 1914 году, и назывался «Венское кафе Совой». И сейчас он также называется. Там просто ничего не изменилось. Это уже как бы история. И вот этот самый ресторан, вот это «Венское кафе Совой» было излюбленным местом поэта, и сцена там не меняла своего местоположения. Об этом мне рассказал старичок-швейцар, причем его старший товарищ, когда его уже тогда не было, он тоже работал швейцаром. И с его слов получается так, что он видел Сергея Александровича частенько именно в этом ресторане. Ну что ж, а теперь давайте послушаем мое новое, никому неизвестное произведение – песня на стихи Сергея Есенина. Сами стихи названия не имеют, поэтому я назвал песню «Что-то всеми навек утрачено». Это как раз все то, с чем наше общество столкнулось сегодня. Напоминаю, как всегда, смотрите мои новые фильмы по вторникам и пятницам еженедельно. А главное – сразу подписывайтесь с колокольчиком, чтобы не пропустить мои новые фильмы. Я с вами прощаюсь. Пока, ребята, увидимся и смотрим. Что-то всеми навек утрачено. Снова пьют здесь, дерутся и плачут, Под гармоники желтую грусть. Прокрынают свои неудачи, Вспоминают московскую Барусь. И я сам, опустясь головою, Заливаю глазами вновь. Чтоб не видеть в лицо роковое, Чтоб подумать хоть миг обновь. Что-то всеми навек утрачено, Моимой синий июнь голубой. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Гармонист с провалившимся носом, Про Волгу поет про Чака. Что-то злое во взорах безумных, Непокорное в громких речах. Жалко им тех дурашливых юных, Чтоб убили жизнь горяча. Нет, таких не подмять, не рассеять, Без шабашности гнилью дана. Ты Россия, моя Россия, Азиатская сторона. Что-то всеми навек утрачено, Моимой синий июнь голубой. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok